Здравствуйте, это экспертное мнение. На телеканале Моя Удмуртия продолжается проект День Республики. Сегодня мы поговорим о Можге. У нас в студии глава города Михаил Трофимов. Здравствуйте, Михаил Юрьевич. Здравствуйте. Вообще, сегодня большинство городов Удмуртии попали в программу комплексное развитие моногородов. Я так понимаю, Можга не попала в эту программу. Тогда какая у вас стратегия развития вашего города и, может быть, особенности вашего города? Да, у нас город Можга не попал в структуру моногородов, потому что у нас практически развиты все сферы промышленности, которые имеются у нас на территории Российской Федерации. То есть они все успешно развиваются. Продукция востребованная. У нас есть крупные предприятия, такие как Завод Свет, Красная Звезда, Можга Сыр. Есть средние предприятия, как предприятие Редуктор и так далее. Есть те предприятия, которые ориентируются на продукцию, потому что продукция, которую производят предприятия города Можги, считается востребованной. Поэтому у нас не моногород, у нас нет предприятия, единственное, на котором люди могли бы трудиться и зависели бы от этого предприятия. То есть это такое сообщество предприятия, на котором работают люди. Город сам по себе европейский, город зеленый, очень такой интересный и красивый. Если говорить о стратегии, то понятно, что у вас не моногород, то есть какие-то точки роста так называемые может быть есть. На что вы основываетесь? Значит, крупные и средние предприятия как бы уже практически сформировались в городе, залили свою определенную нишу. Значит, точки роста у нас ориентированы на микро и малый бизнес. То есть они развиваются успешно. Это в большинстве предприятия торговли и предприятия пищевой промышленности. Есть какая-то поддержка для них? Может быть, какие-то программы существуют у вас? Да, значит, соответственно, у нас мы активно помогаем им. То есть у нас есть советы по развитию малого и среднего бизнеса. То есть мы оказываем помощь всестороннюю юридическую соответствующую. И продвигаем продукцию для того, чтобы она, как говорится, распространилась не только на территории Можги, но и в ближайшие районы. Вообще сам город, он большой? По сравнению, с чем можно сравнить? Значит, город сам по себе небольшой, но очень активный. И вот хочу отметить, что это, наверное, один из немногих городов, где у нас идет прирост населения. То есть у нас прирост населения где-то порядка 17-19 человек в плюсе. Этим можно гордиться, потому что в любом случае мы растем, развиваемся. Значит, у нас город относительно молодой. И значит, это тот город, который должен жить и развиваться в дальнейшем. Но молодые люди-то продолжают, возвращаются после учебы? Понятно, что учиться наверняка едут в более крупные города, стараются. Возвращаются ли обратно? Значит, молодые люди возвращаются в город Можгу, получают определенный опыт, потому что у нас в городе развита промышленность, как я уже ранее говорил. И к нам возвращаются не только, как говорится, и идут работать молодежь с города Можги-Можгинского района, но и с ближайших районов. Это как Оунашский, Кизнерский, Граховский район, Вовожский район. То есть люди с этих районов идут к нам, получают хороший опыт работы. Соответственно, молодым людям, которые вернулись, нужны и какие-то социальные гарантии, условия, касаемо детских садов, если вопрос. Есть ли у вас очередность и как она решается? Насколько я знаю, сейчас строительство ведется детского сада. Да, значит, у нас в настоящее время завершается строительство детского садика на 80 мест. Он в ближайшее время будет введен в эксплуатацию. И уже начиная с февраля месяца он приступит к набору детей. Будет всего 4 группы в садике. Садик на 80 мест. То есть, в принципе, это тем самым поможет молодым людям пристроить своих детей дошкольных учреждений. А вообще очередность какая существует в садах? Значит, очередности у нас как таковой нет, потому что мы полностью выполняем программу. То есть, у нас все дети распределены по детским учреждениям. Просто единственное, что мы стараемся, как говорится, привести все в нормативное состояние, чтобы, как говорится, обеспечивалось соблюдение норм соответствующих санитарно-биологических для каждого ребенка. И для приведения в соответствии этих норм, то есть, у нас строительство заднего садика позволит детям улучшить комфорт нахождения в учреждениях таких. Ну и, соответственно, родителям. Это какой-то один микрорайон, 80 человек или это со всего города получается? У нас это получается, да, это у нас фактически получается, ну, наверное, скажем так, треть города туда может организовать, ну, скажем так, размещение детей в детском дошкольном учреждении. В последующем мы планируем на следующий год построить еще один детский сад в Вишурском микрорайоне. Вот. Тем самым мы еще улучшим ситуацию по размещению детей в дошкольных учреждениях. Всегда, когда о городе говорят, это лицо, можно сказать, города, это дороги, да? В каком состоянии они у вас сейчас и что было сделано в этом году, что планируется в следующем году, какие ремонты? Значит, по дорогам. Значит, мы в этом году проводили ямочный ремонт дорог в городе Можге. Вот. На следующий год у нас запланировано, значит, отремонтировать порядка 13 дорог на общую стоимость где-то до 63 миллионов рублей. Вот. Поэтому, как говорится, мы двигаемся, мы стараемся, чтобы город у нас, как говорится, не отстал от других городов и районов по качеству дорог. Вы вошли в программу, да, безопасной качественной дороги? Да. А в этом году тоже, да, ремонты были по этой программе? В этом году у нас, да, были ремонты. Ну, у нас в этом году были ямочные ремонты. Только ямочные? Только ямочные, да. Знаю, что у вас очень долго была проблема с очистными сооружениями в городе. Сейчас она остается или уже какие-то пути решения вы нашли? Значит, да, значит, имеет место быть, что в 95-м году, значит, канализационные очистные сооружения были признаны аварийными. Вот. И, соответственно, к сожалению, стоки канализационные горно-можги, они прямым током направлялись непосредственно в реку Сюга. Вот. В 2009 году правительством Думырской Республики было принято решение о проектировании канализационных очистных сооружений. В 2010 году, значит, соответственно, был разработан проект, который прошел государственную экспертизу. С 2011 года началось строительство канализационных очистных сооружений. Вот. Значит, в период 2016-2018 года, значит, была проведена корректировка проекта с целью того, чтобы внедрить в существующий проект новые технологические решения, которые позволили бы более энергоэффективно использовать канализационные очистные сооружения и чтобы это было более доступно для города в эксплуатации. Какие-то новые технологии, да, использовали? Да. Использованы новые технологии, новое оборудование современное. Ну и все это при том, при том, что это все энергоэффективно. Вот. Далее, значит, в октябре этого месяца, значит, проектным институтом был подготовлен ряд документов. Его разделили на два пусковых комплекса, то есть разделили, значит, пусковой комплекс первый — это механическая очистка, да, и второй пусковой комплекс — это ввод биологических очистных сооружений. Значит, окончание строительства и ввод в эксплуатацию первой пусковой очереди у нас запланировано 25 декабря этого года. Вот. Это очень значимое социальное событие для нашего города. Мы надеемся, вот, и, как бы, что люди, как говорится, увидят, поймут и оценят работу, которую было организовано большим коллективом. То есть это и работники муниципального предприятия ЖКХ, это и общественность, это и депутатский корпус. То есть все, как говорится, были на цели. Ну и, соответственно, конечно же, это при помощи правительства Удмуртской республики, непосредственно Минструя Удмуртской республики. Если продолжать речь о строительстве, насколько я знаю, еще у вас строится ледовая арена. Ее раньше вообще, в принципе, не было, да, у вас ледовых каких-то сооружений? Значит, ледовая арена, значит, да, у нас, значит, с июля месяца началось строительство ледовой арены. Значит, мы должны, значит, завершить строительство, эксплуатацию ледовой арены. Это, значит, срок сентября-октября 2019 года. Значит, в этом году, что хочу отметить, да, у нас не было своей ледовой арены, но при этом, при всем, у нас активно молодые ребята занимались хоккеем. В этом году команда из города Можги заняла первое место в Приволжском федеральном округе. Где они занимались, если не было ледовой арены? Значит, они занимались на стадионе, значит, они ездили, тренировались в Татарстане, они ездили в другие районы в Удмуртской республике. То есть, в принципе, вот таким образом, то есть, тренируясь, грубо говоря, на каких-то общественных площадках, вот, и летом, и весной, и зимой, вот, участвуя в соревнованиях в соседних районах, даже в регионе Татарстан, то есть, они, в принципе, прошли определенную школу, и вот с момента, когда у нас построят ледовую арену, я думаю, что мы будем стараться всегда держать первые места, то есть, для этого есть у нас все предпосылки. Вообще, спорт в вашем городе, насколько развит он? Значит, спорт, он очень развит, люди стремятся и стараются постоянно развивать себя, скажем так, есть определенные достижения у нас, есть спортсмены, которые непосредственно занимаются, которые развивают спорт, но у нас, в основном, конечно, массовый спорт, непрофессиональный, то есть, ну, вот массовым спортом у нас любят заниматься, то есть, им интересно, и люди, как говорится, постоянно высказывают за его развитие. Вот, и поэтому строительство ледового арена, в частности, да, нам очень поможет, скажем так, в целом, для развития спорта в городе. А кто вообще делает славу вашего города? Кто эти люди, о ком мы должны знать? Значит, город Можга, это такой очень интересный, уникальный город, конечно, слава города началась, понятно, с тех, скажем так, прародителей города, которые организовали сначала завод, потом на базе этого завода, скажем так, вырос город, потом, значит, те люди, которые непосредственно принимают участие в строительстве, в развитии его, да, то есть, они в дальнейшем, во времена Великой Отечественной войны, там, значит, город Можга славится единственным в Удмуртии маршалом Советского Союза, маршалом авиации Фадалилеев, вот, это тот уникальный человек, которым гордится вся Удмуртия, вся наша страна, вот. Ну и, конечно, тут можно много перечислять тех людей, которые внесли неоценимый вклад в развитие города, но при этом, при всем, конечно, предпочтение нужно дать всем тем простым людям, которые трудятся, трудились и будут трудиться на благо развития города. Жители города Можги очень любят свой город, они знают, понимают и верят в то, что он будет только развиваться, и все то, что делается, все делается на благо города, на благо Удмуртской республики, на благо нашей Родины, России. Спасибо большое, успехов вам. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы. Это было экспертное мнение. Всего доброго. До свидания.